В индустриальном районном суде вынесен приговор Хабаровчинину, который вместе с подельником в период с февраля 2014 года по март 2015 нападал на горожан около их домов и грабил. Обвиняемый был лидером в паре, получивший в оперативной среде прозвище «банды боксеров». Нападавшие действовали как мастера кулачного боя, били жертв по голове, как на ринге. Полицейские установили, что фигурант уголовного дела никогда не занимался спортом профессионально. Тренировался дома, груша, на которой он отачивал удары, оперативники изъяли в качестве вещественного доказательства. Хабаровчанин вину таки не признал. На одном из последних судебных заседаний настаивал, что к разбоям он не причастен. Я не желаю, чтобы меня видели что-то. Зачем? У меня семья, тем более не доказана моя вина. Зачем меня будут показывать по телевизору? Это компрометирует мою семью. Следователям удалось доказать причастность хабаровчанина к десяти нападениям на граждан. Все преступления были совершены по одинаковому сценарию. Вместе с подельником фигурант выслеживал жертв, которые, по их мнению, могли располагать ценными вещами. Выбрав цель, напарники преследовали ее до подъезда, после чего вместе заходили в дом. Подельник открывал дверь, пропуская жертву вперед, следом входил главарь. Пока его товарищ следил за обстановкой, он избивал человека и обшаривал карманы. 13 декабря 2014 года на улице Большой жертвой пары стал бывший начальник УМВД по Сахалинской области, временно находившийся в Хабаровске. У него отобрали деньги, украшения и сотовый телефон марки «Верту». Ущерб экс-генерал оценил в 800 тысяч рублей. В ходе судебного следствия обвинением доказана причастность подсудимого к десяти таким преступлениям. Также в ходе судебного следствия подсудимый вину свою не признал. Вместе с тем он согласился возместить причиненный всем потерпевшим ущерб. Задержали сообщников в марте 2015 года с поличным на выходе с подъезда в переулке Трубном. У очередной жертвы они забрали деньги и украшения. Не постеснялись прихватить и два пакета с продуктами. При нападении преступники действовали довольно-таки жестко и дерзко. Нападали сзади, используя фактор внезапности. При задержании были привлечены также сотрудники специального отряда быстрого реагирования. В ходе производства предварительного следствия по уголовному делу было проведено множество следственных действий, таких как очные ставки, предъявление лица для опознания, ряд судебных криминалистических экспертиз. Сумма ущерба о действии банды превысила миллион рублей. Лидер преступной микрогруппировки, 46-летний Хабаровчанин, несудим. Официальной работы он не имел. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник Хабаровчанин, 1971 года рождения, вину признал. Мужчина даже продал квартиру, чтобы возместить ущерб пострадавшим. Его приговорили к 8 годам лишения свободы условно. С места происшествий Юлия Рябцева, Андрей Алферов и Александр Савчук.